Приветствую! И в этом гайде по фосмофобии я поподробнее расскажу о трёх новых призраках, добавленных в недавнем обновлении. И начну я с Тае. Уликами Тае являются призрачный огонёк, записи в дневнике и лазерная проекция. Некоторые игроки отмечают, что Тае чаще всех остальных призраков оставляет записи в дневнике. Также Тае обладает интересной уникальной особенностью. По мере игры он стареет. В самом начале игры данный призрак молод и невероятно активен в плане взаимодействия с предметами и игроками, поэтому важно как можно скорее найти его комнату и начать сбор улик. Кроме того, молодой Тае очень агрессивен и может начать охоту довольно рано, 75% рассудка. А что ещё страшнее, он очень быстро бегает. Не ревенант, конечно, но всё равно довольно жутко. Каждые 1-2 минуты Тае будет стареть, если рядом находится хотя бы один игрок. Если игрока поблизости нет, то Тае будет дожидаться его появления. Этапов старения несколько, и с каждым из них Тае будет становиться чуть менее активным, менее агрессивным и куда менее быстрым во время охоты. Собирать улики Тае легче всего в начале задания. Если вы играете на кошмаре, то есть без одной из улик, то просто засеките, на какой отметке рассудка началась первая охота, и как быстро призрак передвигается. Затем скушайте успокоительное, дождите следующей охоты и сравните данные. Если охота всё никак не начинается, а ваш рассудок на уровне 20-30%, то можете быть почти уверены, что столкнулись с Тае. Вторым, не менее интересным дополнением стал Морой. Его уликами являются минусовая температура, реакция на радиоприёмник и записи в дневнике. Ещё одной отличительной чертой Мороя является зависимость скорости передвижения во время охоты от общего показателя рассудка. Например, на 50% рассудка Морой передвигается со скоростью 1,5 м в секунду. А если ваш рассудок на нуле, то скорость Мороя достигает 2,25 м в секунду. Эта особенность делает Мороя легко опознаваемым на кошмарном уровне сложности. Более того, Морой дополнительно ускоряется, как только игрок попадает в его поле зрения, и его максимальная скорость сравнима со скоростью Ревенанта. У Мороя тоже есть прикольная уникальная способность – возможность проклинать игроков. Делает он это через радиоприёмник или направленный микрофон. Если вы задали вопрос и получили ответ, или же услышали звук шагов или шёпот через микрофон, и вашим призраком при этом является Морой, то поздравляю, вы прокляты. Проклятие в два раза ускоряет потерю рассудка, пока вы находитесь на локации. Если вы вернулись в грузовик, ускоренное снижение рассудка остановится на время вашего пребывания в грузовике. Приняв успокоительное, проклятие можно снять, однако Морой запросто может снова проклясть вас. Слабостью Мороя является повышенная чувствительность к благовонию. Сожжённое во время охоты благовония полностью обезвредит Мороя аж на 12 секунд. Два раза дольше, чем в случае с остальными призраками. Это также можно использовать на кошмаре, чтобы быстро выявить Мороя. Ну и третий призрак – Диоген. Его уликами являются записи в дневнике, реакция на радиоприёмник и лазерная проекция. Многие игроки отмечают, что он довольно часто оставляет записи в дневнике и проявляется на лазере. Ещё одной отличительной уликой Диогена является особое взаимодействие с радиоприёмником. Находясь на расстоянии 1 метра от радиоприёмника, есть вероятность, что Диоген начнёт громко дышать в радиоприёмник. Звучит это вот так. Диоген далеко не самый агрессивный призрак, и чаще всего начинает охотиться на 40% рассудка. Данный вид призрака обладает довольно неприятной способностью. Он всегда видит игроков во время охоты, поэтому от него невозможно спрятаться. Также он передвигается с пугающей скоростью – 3 метра в секунду. Однако это только до тех пор, пока его жертва находится далеко. Чем ближе он подбирается к игроку во время охоты, тем медленнее он начинает передвигаться. На расстоянии 2,5 метра от игрока он передвигается с черепашей скоростью 0,3 метра в секунду. Грубо говоря, если вы постоянно находитесь в движении, то Диоген в принципе не может вас догнать, однако при этом он как бы постоянно дышит вам в затылок. Как по мне, Диоген не самый опасный, но точно наиболее жуткий из всех троих новых призраков. И на этом у меня всё. Если я что-то пропустил или где-то ошибся, буду признателен дополнением и поправкам в комментариях. Также приветствуются любые вопросы и пожелания. Большое спасибо за просмотр и счастливо!